Закупка 100 новых автобусов обойдется почти в 2 миллиарда рублей. Об этом в ходе общения с жителями региона во время прямой линии сообщил губернатор области. Александр Авдеев отметил, что новый транспорт поступит в конце лета. Он приобретается в лизинг, а итоговая стоимость покупки составит почти 2 миллиарда рублей. Глава региона считает, что новая техника поспособствует улучшению ситуации с общественным транспортом в областном центре. Это более полутора миллиардов, а вот платить с учетом удорожания лизингового платежа придется в течение 6 лет выплатить более 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Это более 350 миллионов в год, по разным годам. Конечно, город сам по себе не смог бы потянуть такой объем, поэтому это все делается при поддержке областного бюджета. В ходе прямой линии к Александру Авдееву обратилась одна из жительниц города Струнино, Александровского района. Она пожаловалась губернатору на плохой вывоз мусора с городских контейнерных площадок. В осеннее время здесь образовалась сейчас большая свалка. Администрация города разлива убирала ее и весной, и в мае. Но это всего лишь была, я так понимаю, разлива. Постоянной уборки нету. Так практически на каждой площадке в городе. Александр Авдеев признал, что ситуация с вывозом мусора не идеальная. И по видеосвязи дал понять главе Александровского района, что нужно исправлять положение дел. Анна Кузнецова пообещала исполнить наказ губернатора. Чтобы не было переполнения. То есть надо сразу же смотреть за регулярностью. И давайте сделаем так, чтобы за июнь эту проблему уже решить. Так, чтобы к ней не возвращаться ни осенью, ни весной следующего года. Принято. Да, будет исполнено. В ходе прямой линии Александр Авдеев затронул также тему ремонта федеральной трассы в районе Покрова. Сейчас ремонт М7 приостановлен. Губернатор пообещал вернуться к нему осенью после сдачи платной автомагистрали М12. Хотя часть работ все же проведут в ближайший месяц. Мы сейчас с дорожниками, с федеральным дорожным агентством рассматриваем такой вариант, что может быть еще один участок, самый тяжелый, кто часто ездит через Покров, значит, может легко угадать какой это участок, сделать все-таки в июне. Сейчас сразу же настроиться с подрядчиком и руководством дороги так, чтобы сделать максимально короткие сроки. Не за 10 дней, а за 5-7 дней. Также Александр Авдеев затронул тему дольщиков ЖК Дуброва парк 2 и дома на Северной 2А во Владимире. Строительство домов остановилось, но как власти готовы помочь решить проблемы людей? Авдеев ответил, в данной ситуации необходимо ждать решение суда. Только с решением суда мы хоть как-то сможем начать, хоть как-то появятся права у региона, у фонда федерального начать решать проблему дольщиков. Несмотря на то, что прошлый год нас всех, некоторые убеждали в том, что руки прочь от другого, и он достроит, дайте ему возможность. Ну, время показало, кто был прав. В завершении прямой линии Александр Авдеев также ответил и на 7 блиц-опросов от ведущей. В ходе ответов на них губернатор рассказал, что в юности мечтал стать инженером, а любимыми предметами в старших классах у него были физика и черчение. Алексей Домнин, Шестой канал.